Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня снова на канале Европейская психиатрия, доктор София Роттермель. И сегодня у нас немножко необычный выпуск, необычные съемки. Речь идет об очень тяжелой теме для многих людей, которые, например, в 90-е годы потеряли многих близких из-за употребления наркотиков, из-за опиатов. И сейчас эта проблема тоже достигла своего апогея, то есть эта волна еще не прошла, к сожалению, в мире. Это огромная социальная проблема в разных странах, и поэтому я решила посвятить этому отдельный выпуск. Здесь мы с вами не будем говорить о каких-то банальных вещах, я постараюсь осветить самые интересные аспекты, то, что нужно знать родителям, то, что нужно знать вообще молодым людям об этой теле. Хочу вас об этом предупредить, и поэтому сегодня мы говорим с вами об опиатах, а именно о героине. И мне сразу же хотелось бы напомнить вам о произведении, которое, возможно, многие еще помнят со школьной скамьи. Речь идет о рассказе Михаила Булгакова, морфинист, как раз о враче, который, зная все риски, все негативные последствия употребления морфина, и думая, что он сможет с этим сам справиться, все-таки поддался искушению. И, конечно же, это оказалось сильнее его. Мы помним, какой печальный трагический конец у этого рассказа. Самое страшное, что когда человек начинает употреблять, никто не понимает, что он играет со смертью, никто не понимает, что он засовывает голову, можно сказать, впасть ко льву, что это та самая точка невозврата. Это путь на дно, это путь к смерти, и люди думают, что именно их это не коснется. Это настолько ошибочное, трагически ошибочное заблуждение. Максимальная продолжительность жизни у человека, который употребляет героин, если у него не случится передозировка, если не случатся инфекции, если он не окажется в тюрьме, то есть максимальная продолжительность жизни из-за различных сопутствующих состояний составляет 5-6 лет. И то, если сильно повезет. Все, кто начинает, думают об эпизодическом употреблении, но, к сожалению, все переходят потом на системное употребление. То есть, как говорится в этих кругах, переходят в систему. А что это значит? Это значит, что очередная доза нужна каждые 12 часов, и привыкание наступает с третьего раза. Я не хочу здесь рассказывать банальные вещи о вреде опиатов, об ощущениях. В общем-то, это можно прочитать в каждом учебнике. Единственное, хотелось бы привести цитату одного из пациентов, который рассказывал, что приход — это когда расслабляется 80% клеток всего тела, когда человек чувствует невероятное расслабление и легкость, когда расслабляются мышцы лица настолько, что человека, который употребляет героин, в общем-то, можно узнать сразу. Что же вообще дает людям употребление опиатов? Зачем это все? Что такого дают эти вещества? Дело в том, что все мы родом из детства. И вот человеку, который испытывает какие-то внешние проблемы, не может справиться, например, собственной застенчивостью, собственными комплексами. Это чаще всего подростки, молодые люди. Героин дает такое ощущение именно человека в футляре, что вот он закрылся от всего внешнего мира, и что все хорошо окутывает ощущение тепла и безопасности. И что же дает такой отключающий боль эффект в последующем? А то, что человеку каждые 12 часов хочется этих веществ снова и снова. То есть, если через определенный промежуток времени опиаты не поступают в организм, у человека от боли начинает кричать буквально каждая клеточка его тела. Начинает ныть каждая клеточка тела, как будто болят переломы во всех костях организма. И вот такое вот состояние, такая ломка длится 24 дня. примерно. То есть, 24 дня человек не ест и не спит. И до 40 дней могут продолжаться такие симптомы, как, например, диарея, как тошнота, как вот эти вот ломящие боли, эмоциональная лоббильность. Какова же ситуация в Европе? В Европе есть множество государственных программ по замещению опиатов на синтетические опиаты. Такие препараты выписываются врачами, которые имеют специальное разрешение. И считается, что таких людей лучше перевести на контролируемое употребление, нежели бесконтрольное. И по последним данным, в пять раз выросло употребление героина женщинами, к сожалению. Потому что, как мне сказала одна из пациенток, женщины эмоциональнее. И в данном случае лечение наркотической зависимости у женщин тяжелее, как и женский алкоголизм. Что же может помочь? Первое, это неимоверное желание изменить свою жизнь. Именно личное желание. Не желание кого-то из окружающих, ни мамы, ни папы, ни жены, ни мужа. А именно личное желание и личная ответственность. Есть такое мнение, что наркомания это не болезнь. Это состояние капризных детей, которые не хотят взять ответственность за свою жизнь. Это просто элементарная распущенность и эгоизм. Существует, например, так называемая 12-шаговая программа. То есть, это программа для людей, которые хотят избавиться от зависимости. И при этом программа завязана на вере в Бога. Но не все, конечно, люди принимают веру. Есть очень много людей атеистов. Не все принимают именно веру в том виде или именно эту веру, христианскую веру. И поэтому программа, к сожалению, подходит не всем, но есть некоторые общие принципы, которые характерны для всех программ отказа от наркотиков. Первое, что должен сделать человек в любом лечении, в любой программе, это сам обратиться за помощью. Признать, что помощь нужна и обратиться к специалистам. В Германии, например, есть места в клиниках для квалифицированного отвлекания от наркотиков. И в такие клиники пациенты обязаны звонить 5 дней подряд в определенное время и просить о том, чтобы им выделили место. Если человек не позвонил хотя бы один день, отсчет 5 дней начинается снова. И это совершенно не зря, потому что мотивация у людей зависимых меняется не то, что день ото дня, а меняется даже от часа к часу. То есть, например, вечером человек может заснуть с осознанием того, что обязательно нужно идти лечиться, а утром проснуться и побежать за очередной дозой. Что же значит квалифицированный подход или так называемое квалифицированное лечение? То есть, это не только физическое отвыкание от наркотика, это не только лечение физических проявлений. Это, конечно же, беседа со специалистами, с психотерапевтами, причем это индивидуальная психотерапия, групповая терапия. И то, что человек должен здесь обязательно пройти, и не важно, человек атеист или он верующий, это, конечно, переосмысление ценностей. Это постановка новых целей в жизни. Это полная смена круга общения. Часто бывает, что требуется даже переезд в другой город. То есть, здесь необходимо отказаться от всего, что было раньше, и сменить все. Будь то музыка, которую вы раньше слушали, или одежда, которую вы раньше носили. Люди, места, все, что вам напоминает об употреблении наркотических веществ, все, что напоминает о тех эмоциональных состояниях, все это должно быть заменено на что-то новое. Можно ли построить новую жизнь с нуля? Да, можно. Если при этом человеку заменить одно другим. Дело в том, что природа не любит пустоты, и если вы у зависимого человека убираете что-то одно, нужно обязательно дать что-то другое. И это что-то другое, это может быть и спорт, и дружба, и общение. Это могут быть путешествия, новая учеба, новая работа. То есть, то, в чем человек может найти новый смысл для себя. А если после лечения человек выходит и снова погружается в свое одиночество, остается один на один со своими проблемами, остается лицом к лицу с той же группой людей, которые дальше употребляют наркотики, то здесь, конечно, шансов на то, что человек полностью излечится, никаких нет. Есть такой канадский профессор, которого зовут Брюс Александр. Профессор Александр всю свою жизнь исследовал зависимое поведение. Он исследовал его сначала на мышах. И вот даже на такой мышиной простой модели были показаны удивительные вещи. То есть, было показано вначале, что если в пустую клетку поместить две емкости с водой, и одна из них будет приправлена героином, то, конечно, мышь будет все время пить из той емкости, где присутствует наркотик. Это как-то и неудивительно. Но тогда профессору Александру пришла еще одна гениальная мысль. А что, если сделать клетку не пустой, а сделать такой крысиный рай, то есть, делать им такой парк развлечений. Между прочим, когда вы заходите на сайт этого профессора, у него так и называются статьи, вид из крысиного парка. И там он сделал множество развлечений для крыс. Это были различные колеса, различные шарики, мячики, вкусная еда. И крыс было много. То есть, у них были социальные контакты. И стояли те же две емкости с водой. Одна обычная, а другая наполненная наркотиком. И что бы вы думали, удивительные результаты. Крысы уже не были социально изолированными. Они были счастливыми, они не были одинокими. И вот как раз из той емкости, которая была заправлена наркотиками, крысы практически не пили. То есть, счастливым людям незачем прятаться в кокон. Незачем создавать себе искусственный мир, где они будут чувствовать себя в безопасности хотя бы на несколько часов в день. И здесь есть такое мнение, что не нужно бороться с наркотической зависимостью. Нужно создать такие условия, где каждый человек будет чувствовать свою принадлежность к общности других людей. Будет чувствовать свою принадлежность к чему-то большему. И будет ставить себе какие-то цели в жизни. Наркомания настигает человека тогда, когда у него нет чувства принадлежности к чему-то большему. Когда у него нет занятости, нет идей о том, как жить свою жизнь. Когда человек не чувствует себя нужным и полезным в обществе. И в наш век разобщенности, к сожалению, это не редкость. Это только на руку таким негативным процессом. Потому что люди разобщены. И вот эта разобщенность, она как раз на руку, например, потребительству. Потому что всем выгодно, выгодно, например, промышленности, чтобы не жила семья из нескольких человек, покупая себе на нескольких человек один холодильник, один телевизор. Наоборот, для потребления выгодно, чтобы все жили по одному. Это общество одиночек. И чтобы каждый себе покупал машину, каждый себе покупал холодильник, телевизор, устанавливал кухню, устанавливал какие-то бытовые приборы. Потому что таким образом, конечно, потребляется больше. И здесь выгодно, чтобы каждый человек по отдельности в своем одиночестве сидел вечерами дома и искал счастье в каких-то других вещах или в тех же наркотических веществах. Если человечество пойдет по пути интеграции, по пути поиска общих интересов, если люди будут объединяться в какие-то группы по интересам, то здесь не будет места одиночеству каждого отдельного человека и не будет места наркомании. И все это начинается с детей и подростков. Если подростки, дети заняты после школы, если они посещают какие-то кружки, секции, спортивные, творческие, если они занимаются чем-то интересным, то, конечно, не будет ни времени, ни желания ходить по подворотням, вступать в дурные компании, что-то пробовать, пытаться что-то пережить, найти там защиту и покровительство. И я желаю вам беречь свои семьи, беречь своих детей. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, пишите свои вопросы. И до следующего раза. Что же может помочь? Первое – это неимоверное желание изменить свою жизнь. Именно личное желание. Не желание кого-то из окружающих, ни мамы, ни папы, ни жены, ни мужа, а именно личное желание и личная ответственность. Есть такое мнение, что наркомания – это не болезнь. Это состояние капризных детей, которые не хотят взять ответственность за свою жизнь. Это просто элементарная распущенность и эгоизм. Существует, например, так называемая 12-шаговая программа. То есть это программа для людей, которые хотят избавиться от зависимости. И при этом программа завязана на вере в Бога. Но не все, конечно, люди принимают веру. Есть очень много людей атеистов. Не все принимают именно веру в том виде, или именно эту веру, христианскую веру. И поэтому программа, к сожалению, подходит не всем, но есть некоторые общие принципы, которые характерны для всех программ отказа от наркотиков. Первое, что должен сделать человек в любом лечении, в любой программе – это сам обратиться за помощью. Признать, что помощь нужна, и обратиться к специалистам. В Германии, например, есть места в клиниках для квалифицированного отвлекания от наркотиков. И в такие клиники пациенты обязаны звонить 5 дней подряд в определенное время и просить о том, чтобы им выделили место. Если человек не позвонил хотя бы один день, отсчет 5 дней начинается снова. И это совершенно не зря, потому что мотивация у людей зависимых меняется. Не то, что день ото дня, а меняется даже от часа к часу. То есть, например, вечером человек может заснуть с осознанием того, что обязательно нужно идти лечиться, а утром проснуться и побежать за очередной дозой.